Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 303. События дня. Притча Соломона, 16.7. Система не пропускает двоеточие. Тут двоеточие должно стоять. 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодно пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Это за 10 октября 16 года. И далее, коротко. Один ролик составил Михаил Кальмаев. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Он набрал из моих разных роликов, моих выступлений где. Вот, пожалуйста, прочитайте. Никакая большая переписка вчера была, но сегодня даже не ставлю, времени нет. Дело в том, что доступа к скайпу не имел я 4 месяца. По разным причинам. В деревне затруднения разные были, тем более модем. Там в тарелке такая частица связующая, коробочка белая сгорела или не сгорела. Заказали, полторы тысячи, кажется, пришлось отдать. Вот. И поэтому тут у меня сейчас большая работа идет. За лето мы привезли за 4 месяца 780 роликов. Это означает ровно по 6 каждый день с выходными. С субботы и воскресенья. В круговую по 6. И поэтому их с ютуба я сейчас переношу 780 новых роликов в мой мир. Представьте, сколько это работы перевести. А тут сколько за лето звонили по телефону. Ну и по скайпу не разговаривал, а написать-то писали. В моем мире книги надо. А книги-то кончаются нет. Но вчера пришлось 2 места для библиотеки пожертвовать. И один семинарист был. Тоже нужно как противосектантский материал. У меня очень ценный. По всем параметрам к истинному православию. Это самое распространенное по затребованию книги. Это толкование Нового Завета. Трехтомник. У нас все оригинальное. Равных нашему Новому Завету, трехтомнику, и нету. Вообще не было ни в Западной, ни в Восточной Церкви. Чтобы в одном месте издания вышло с толкованием откровения. Нету. Кроме того, иллюстрированы Густаво Дорре, раскрашенные. 230 иллюстраций и 10 из классики. И комментариев 297. Тут вообще не выскажешь. С круглением корешка сделано. В твердом переплете. С закладками официально. Ну, издание очень хорошее. Даже в Америке получают, там народ знает книги-то. Получают, у нас так и не издают книги. Очень красочные. И узнают на сегодняшние деньги цена, да какая это цена. Вот с чем событие это значимое. Это прошел один день. Вот вчерашний. Весь день прошел. Ну и нужно было еще сходить там. Беркасу. Я обязательно. Не знаю почему. Которая выдает. Нормально выдает. Но вот она в окончиках меня увидела. Разулыбалась. Я вспоминаю. Я же ей давал визитку нашу. Она как будто приветствует. Я стою не слышу. Тоже киваю головой. Вот. Что-то она другую позвала. Она меня указывает. Ну и деньги-то выдали. Все как положено. То есть везде кэти подошел. Я не знаю как карточкой пользуется. На карточку что-то мне там присылают. Подошел человек. Видно, что не русский. Работает. По форме одетый. Как вставить карточку. Я не знаю. Не хочу знать. Мне помогут. Чтобы все снять. И тоже. Очень благорасположены. Вот где. Был вчера. Какие такие интересные встречи. Я хотел одно место показать. Которое вышло у меня буквально на первом месте. Я его сейчас возьму. Как тоже к эквегорфу представлю. Прямо при вас. Нет. Это, видимо, в неканонических книгах. Вот. Сирахов. 42.36. Я его сейчас перенесу. 42.36. К эпиграпу рядом поставлю. Потому что у меня это место. Лучше злой мужчина, 42, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения. Вот такое у меня сейчас событие, можно сказать, одной женщины. Она требует головы Иоанновой. Головы. Как Иоанн Златоуст вернулся, когда ей говорит. Снова беснуется Иеродиада. Требует головы Иоанновой. А какой головы? Там Иоанна Крестителя, а тут голову Иоанна Златоуста. А кто? Евдоксия. Царица. Царица. И она что? Стала угрожать. Даже Епифанию. Это тоже святой. Помоги свалить Иоанна. Патриарха Константинопольского. Убрать его. А сама никто. Дочь жреца. Ну вот. Красотой умом взяла. Вышла тут царская дочь. Женой стала. И теперь она возненавидела Иоанна за обличение. Возненавидела. Патриарха Александриевского Феофила перетянул на свою сторону. Тот начал. И наконец его свергли. И отправили в ссылку. Ни перед чем женщина не останавливается. Это страшное орудие. Иоанна Крестителя. Это ведь Ирато не трогал, не убивал, слушал. Иродиада добилась. Отсекли голову. Повторяю. Смотрите как вот так оформлено. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Вот у меня сейчас такая ситуация. Одна женщина взъелась. И при том ей ничего кроме добра не было сделано ни разу. Помолитесь о ней. Я не буду называть ни имени, ничего нет. То есть Евдоксия, она как бы христианка. И сказал Епифадий. Если ты не поможешь свалить мне Иоанна, я открою язычникам ход. Верну язычество на страну. То есть безумие полное. Так и это. Она доиграется. И уже как бы где слышу угрозы такое, что дети раз не принимают, то такое лучше. У меня одна говорила, лучше мусульманам. Лучше-то лучше. Но так и будет. Если это говоришь, Господь слышит. Он допустит подобное. Так что и дети могут быть мусульманами. Полная потеря определения. Никаких связей. Не таких, чтобы только одно добро получалось. Взялась, подыскивается под лагерей. Всякую там, говорит, ну просто пакости. Почему? Веры никакой нету. Вся жизнь блудная пройдет у женщины. Пять мужей имела, это тебе не муж. Только и подумаешь. Ну успокоилась маленько. Зная свою жизнь, арта бы нигде не раскрыла. Всю жизнь в гнойные свои раны зализывала. Подолта мокрый подвязала маленько. Нет, нападает и вообще безумие полное. Как с цепи, говорится, сорвалась. И ничего нельзя сделать. Ничего, только молиться. Почему? Бог допускает это благо. Да благословит ее Господь. И да исправит. Но связи уже с ней никакие быть не может. Эта изовель пронырливая, она везде будет лезть. Везде. И с каждой минуты то в савит, ролик, то что-то подписывает, то убирает бешенство. Блудно нажитые. Дети бывают у женщин каких-то там. Их таких на букву Б только называют. Другого названия у них нет. Об этом Жириновский говорит. Об этом хорошо рассказал Степаненко Максим. Это везде. В Яндексе, в Гугл, заряди. Женщина одинокая. Б. И все. Кончилось. Больше ничего нет. И такие дети растут. Их надо особая забота им. Потому что это дети, говорят, свидетели разврата родителей. Жить в христианской стране. И блудят с мусульманами. И то есть для них никакой преграды нет. И ничего не надо работать. Не надо. Блуди детей. Будут тебя обихаживать. Все. То есть самые хорошие деньги будут жертвовать. Понимать будут где-то. Шиковать будут. Да смирись тогда. Христиане помогают тебе. А мусульмане тебе что скажут? Наркотики продавать. Отбудешь один срок другой. И это будет. Поэтому я прошу помолиться. Не называй в каком это городе. В каком столетии было. Ну вот такое и есть. Бывает. События. Прямо оккупируют. Подключая детей несовершеннолетних. Чтобы тоже что-то говорили против лагеря. Лагерь, у которого 45 лет. Где тысячи детей было. Всякие были. Но такого еще не было. Такой язвы. Лучше злой мужчина. Нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Вот. Вдумайтесь в эти слова. Это сказал премудрый Сирах. Ну и немножко открою ресурсы. Где у нас что. Вот. Это мой мир. Сейчас у меня видео здесь. 4132. Вот. Вот они. Подряд. Которые были летние. Я их перетаскиваю. Вот они. Ну вот. Это очень удобно тут писать. Письма. Люблю этот ресурс. Особенно в ранней юности этот ресурс был. Не было в мировой сети такого. Одним щелчком. Ну то есть. Переключил что-то. На 10 тысяч человек. Можно посылать. 10 тысяч в друзьях у меня если есть. Получают одновременно. 5 тысяч знаков. 12 фотографий. Это вдуматься надо. Это можно было. Ну проповедовать. И просто удивительно было. Но потом видим где-то. Стали люди пакостей. Что-то сделать. Есть у нас форум. Во свете Библии. Во свете Библии. Гимн этот составил Владимир Мачалин. Он вышел на днях на меня. И у нас ролик записан. И он будет. Вышит через неделю. Этот ролик будет. А может и раньше. Почему и как. Вот. Православный видеоканал. Вот этот канал. Вот интересно. Сегодня я поставил. Ян Златоуст. 2 часа назад. Посещение. 17 просмотров. 17. Дальше. Пьяная якобы со станции Ребриха. Ищут приключения. 134. Позже поставлено. Ну в 10 раз. То есть ян Златоуст. Ну еще он куда денется. Это вот пьяная. Вот они сядут, уедут. Это пьяная. Такие близкие нам люди. Российским. Ну вот только сейчас поставил. И одновременно. Даже Златоуста пораньше поставил-то. Нет. Ну тут шифер понятно. Оборвутся нет. Интересно. Тоже смотреть. 56. Иоанн Златоуст 17. Считает семинарист. Уж как он считает это. Вот. Ну меньше всего посещаемость на проповеди Иоанна Златоуста. Это состояние современного общества. Вот сегодня я поставил. Сколько тут я сейчас посмотрю. Да сколько. 7. 5, 6, 7. 7. 7 роликов. Ну и такое вот посещение. Самый низкий. Рейтинг Иоанна Златоуста. Определить. Это состояние духовное. Общество. И все время. Каждый день так. Ну в 10 раз. В 10 раз. 1 к 10. Ну у нас еще есть сайт. Давно не показывал его. Вот он какой. Красавец. Во свете Библии. Православный библейский сайт. И самое ценное на нем. И тут и насчитанные книги. Мой 50 книг. И 4124 ответа по темам. Вот по темам. Заходи. 55 папок. Тут есть о чем подумать. Поговорить. Какие вопросы будут. Ко мне обращаются. Образуют. Вот там общество какие-то. И как вот. Чтобы я проверил. Ну там что-то имеют. Я могу только сказать. Что у нас есть. Тоже. Что-то. Это вот сайт большой. Сейчас на нашем ютубе. 5800. Почти роликов. Почти. Ну там нескольких. 5800. Думайте какая цифра. Это какой богатый материал. 33 плейлиста. Легко по ним искать. Если форум. Это 1592 темы. Темы богатейшие. Я работаю над этим. Работает модератор. Администрация. У нас большой. Хороший. Слаженный коллектив. Ничего нигде нет. Вот. Такого противодействия. Еще там церкви. Или нет. В этот день. Вчера. Но. Событий таких каких-то. Особых не было. Вот сообщают. И где. Выходят новые люди. Которые ждали нас. Я говорю. Просят поговорить по скайпу. По скайпу. У нас все записывается. Все. Мы вчера объявили. Так. Это где надо искать. По скайпу наверное. А какие будут где идти занятия. Занятия. Я не знаю. Где тут как. Сергей Пупков. Мир вам. Занятия по изучению Библии. По святым отцам. Начнутся с 12 октября. То есть завтра. По средам и пятницам. 14.00 по Москве. По московскому времени. Так. Начнем занятия с первого послания апостола Иоанна. Милости просим. Вот тут у него есть когда. Занятия по изучению Библии. Прослушать можно здесь. Ну и тут вот где-то я сейчас ткну. Может что-то откроется. Раз он указывает. Ага. Изучение Библии в скайпе. Вот оно где. Тут зарядить можно. Изучение Библии в скайпе. Ну я не знаю. Видимо такое название. Вконтакте это. А? Вконтакте. Вот. Которые были. Видите. Участвовали. Все записано у него. То есть очень интересно. Вот она. Раз за разом. Это все это я прокручиваю. Это в прошлом году занятия были. Видите как. Занятия на дому. О. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Вот какой жест. Всяко можно и соскотковать. Ну вот. Слово некоторые не знают. Вот говорят дучи. Дучи Муссолини. Фюрер. Гитлер. А Сталин вождь. Сталин вождь. А это одно и то же слово. Если сказать фюрер Сталин. Или дучи Сталину. Ой. Это не так. Но это одно и то же слово. Одно. Икона или изображение. Это одно и то же. Крещение и погружение. Это одно и то же слово. Только на разных языках звучит одинаково. Иешуа. Иисус. Джизис. Это все Иисус. Джон. Это все Иоанн. Это все Иоанн. Джеймс. Яков. Ну надо просто говорить. Ну он поднял руку. Теперь ухватился. Смотри. Он кричал Хайль. Но Хайль Иисус. Да здравствует Иисус. Слово-то Хайль. То переведите. Что оно означает. Правильно. Ничего нет даже в этом поднятии жеста. Вот у Сергея парализованного. Во славу Божию трудится человек. И о ком бы ни молился Сергей всегда выходит на первое место. Век жили, век учись. Видите сколько занятий были. Женщина стыдящая до поношения. Ходят на занятия. Все нормально. Все. Бац. Нету. Пошла к иеговистам. К иеговистам. От нас пойти к иеговистам. Это полное помешательство ума. И занятия идут. Вот и все. И вдруг раз. Чем объяснить? Ничем. Блудная жизнь. Вот которая с женщинами такое случается. Я исследую это все. Ни у одной нет нормальной венчанной жизни. Чтобы они жили покорным мужьям. Нету. Бунт. Стыдящие до поношения. Они нервные. Все это. Дерганые. И муж обязательно от такой уйдет. А как с ней жить? С дочерью Дурова. Который зверей покоряет. А дочь не может покорить. С этой ведьмой никто не может жить. А неодержимы духом блуда. Ничего не будет. Никак. Невозможно. Тем более, если в родстве были колдуны и ведьмы. В родстве такое. Это вообще страшная вещь. Вот на меня. Когда наваливается. Я смотрю. А кто он такой? И начинаю по этой области тогда молиться. Просить Бога. Что избави ее Господи. Женщина стыдящая до поношения. Так что. И сегодня, я думаю, все. Вот дальше. Какие у нас еще темы? Просчитайте. Вот эти темы, которые будут. Вот замки. Это я только снимать буду. Снимать в течение недели. То есть ставят модераторы. Администрация работает. Часто в разных городах. А я только снимаю. Смотрю по времени. Какое надо где. Одному ничего не сделать. Я ничего не понимаю. Это хорошие программисты. Большую помощь в этом деле. Господь оказывает людям верующим. И они работают. Знают. Мне надо пасть что-то в новой аппаратуре. Тут поменяли. Принесли. Я ничего нигде не плачу. У меня нет ничего. И Господь это знает. Павел говорит. Мы нищие на всех обогащаем. Вот такая большая работа идет. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Аминь.